Здравствуйте, Марина Рамазановна. Я рада вас приветствовать на нашей программе. Я знаю, что буквально на днях вы приехали из Пятигорска, где принимали участие в Межрегиональной школе гражданской активности Северо-Кавказского федерального округа. Я хочу у вас спросить, это союз женщин организовывал и какие вопросы вы там решали? Добрый день. Было действительно 20 числа. Мы были в Пятигорске, в санатории Пятигорский Нарзан, которым владеет председатель Ставропольского женсовета Чумакова Татьяна Арсеньевна. Она нас очень радушно встретила. Было очень много представителей женсоветов Северо-Кавказского округа. Соседние республики постарались приехать, несмотря на то, что расстояние не близкое. Чечня, Дагестан, представителей Ингушетии, к сожалению, не было. С Москвы приехал наш куратор Алла Петровна. Она приехала не одна, она приехала с амбассадором союза женщин. Также Юлия Николаевна является и сертифицированным тренером мастерской управления Синэш. Я вам скажу, эта школа гражданской активности была, наверное, самой интересной за последние несколько лет. Тематика звучала «Новые точки роста, команда, системность и технологии». Руководители региональных отделений Союза женщин. Женщины у нас именитые, с большим опытом работы. И на самом деле нам было, что послушать и чему у них поучиться. Выступали у нас представители и Чечни, и Дагестана. Рассказали очень много интересного. Рассказали о том, как у них построена работа в женсоветах. И Ставропольский край представил, я бы хотела показать, вот на брошюрке. В брошюре он представил свою работу и количество женсоветов, которые у них есть. И ознакомившись с этой брошюркой, я поняла, что нам еще идти к этому, да, вот не один год. На самом деле со Ставропольского края присутствовали председатели женсоветов поселений в большом количестве. Также, что меня удивило, было очень много молодежи. Они для себя создали еще молодежное крыло в женсовете. И настолько это было интересно. Конечно, вот в планах мы тоже в своем регионе постараемся сотрудничать с нашими университетами, колледжами. И создать у себя молодежное крыло. Ну, многие, наверное, задаются вопросом, для чего все это надо. На самом деле, вы знаете, если вернуться к истории, которая была у нас в Советском Союзе, как это было все организовано, да, именно по части женсоветов, наверное, все-таки это очень полезный опыт. И на примере этих женсоветов сегодня Союз Женщин возрождает, да, женсоветы уже современные, скажем так, да, российские. И если мы вернемся назад, мы увидим, какую огромную работу проводили женщины в то время, и сколько от них зависело. И сегодня, я думаю, что такая помощь в виде женсоветов для нашей страны, она, наверное, очень нужна. И вы сами понимаете, это в разных направлениях. Это и в здравоохранении, и в науке, и в социальном аспекте, и в том числе и молодежь наша. Если эти женсоветы создать так, чтобы они плотно друг с другом сотрудничали, сотрудничали еще и с женсоветами соседних регионов и перенимали опыты, я думаю, что мы, наш регион, можем в скором времени изменить прям в лучшую сторону, как и экономическое развитие региона, так и по всем аспектам, которые сегодня являются ключевыми и в нашей стране в том числе. Марина Рамазановна, как мы все знаем, совсем недавно прошли выборы президента нашей страны, и я знаю, что вы член команды Владимира Владимировича Путина, и вас даже наградили наградным знаком. Я бы хотела вас спросить, как и кто вас принимал в эту команду? В очередной раз хочу сказать, что случайности не случайны, я к этому все время прихожу. Несколько лет тому назад мы приняли в Союз женщин руководителя исполкома Народного фронта, регионального нашего отделения, Капшеву Людмилу Исхаковну, она член Союза женщин. И так случилось, что, вы знаете, мы поняли, что мы единомышленники, мы единомышленники, и она в свою очередь приняла меня в Народный фронт в качестве эксперта. И так получилось, что случилась специальная военная операция, мы стали собирать гуманитарную помощь, отправлять в зону СВО, и я подумала, почему нам не делать это совместно, тем более, что у них тоже своя акция была, все для победы. И я знала, что через них эта помощь дойдет до места назначения. И я обратилась к Людмиле Исхаковне о сотрудничестве. Это никак не умаляет нашу работу в Союзе женщин. Мы объединили усилия, и, значит, стали мы отправлять свою гуманитарную помощь через Народный фронт. Вот. В какой-то момент мне позвонили и сказали, что будет торжественное мероприятие у нас в Черкесске, и это премия команды Путина, что я должна быть там всенепременно. Я не знала, что это такое, с чем его едят. Я пришла в назначенное время, вот. И для меня было полным открытием, что я одна из номинаток на эту премию, и что меня номинировал сам Михаил Михайлович Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта. Это было, знаете, очень, в первую очередь, очень ответственно. Вот. На сегодняшний день, вот еще раз повторюсь, что случайность и не случайно, мой отец в 2003 году был доверенным лицом Владимира Владимировича. И вот спустя столько времени, да, он возглавлял хозяйство, которое я возглавляю, и так случилось, что я сегодня, да, на этом посту. Он был доверенным лицом Владимира Владимировича. И так получается, что я сегодня в команде Путина. Как это объяснить? Я не знаю. Но я хочу рассказать небольшой случай. Я не знаю, насколько эфирное время позволит это сделать. Буквально на днях, значит, мне позвонила руководитель союза женщин, Екатерина Филипповна Лахова. Но она звонит в крайне редких случаях, и по только очень важным каким-то моментам. И каждый раз этот телефонный звонок срывался. Я была очень взволнована, думаю, что же случилось. И она мне пишет. Майриночка Рамазановна, дело очень серьезное. Вы знаете, что у нас в Союзе женщин кто-то пособничает Украине, и что какие-то документы союза забрали ФСБ, и что я тоже в списке тех, кто должен пройти инструктаж. С вами должен связаться представитель ФСБ. И вы обязательно по окончании вашего разговора дайте мне знать, как у вас все прошло. У меня был такой шок, который я просто объяснить не смогу вам. Через какое-то время мне звонит молодой человек, очень такой, знаете, с напором, с какими-то обвинениями в мой адрес. Я прямо пешила, и он говорит, Марина Рамазановна, я представитель такого-то органа с Москвы, и вы вот в списке таком-то и так далее. Я говорю, да, я вас слушаю, а в чем дело? С вашего счета была попытка перевода крупной суммы денег в запрещенную организацию, которая помогает, в общем, силам Украины и так далее. Я говорю, ну, этого не может быть, потому что, как бы, я таких вещей не делала, и у меня крупной суммы на счету нет. Он говорит, ну, значит, от вашего имени кто-то, мошенники попытались и так далее, и так далее. Я говорю, ну, в любом случае, если мошенники даже попытались, у меня нет на счету таких денег. Ну, в общем, он говорит, ну, даже если рубль, вы перевели, Марина Рамазановна, может, доступ у детей ваших есть к вашим счетам, если хоть рубль был переведен, вам вменяют измену Родины. На этом слове жизнь у меня остановилась, и я перестала дышать. Вы понимаете, настолько я считала себя патриотом, да, и делала все, возможно и невозможно для того, чтобы принять участие в победе над нацистами, скажем так, да, вот так душой болею за свою Родину, и тут мне такие обвинения, да, предъявляют. На какой-то момент я не знала, где я нахожусь, я для себя понимала, что все, моя жизнь закончена, с этим я жить не смогу никак. Если это действительно кто-то, даже если от моего имени попыталась это сделать, и я не смогу это доказать, то зачем дальше жить, если ты как бы изменщик своей Родины, да, даже если это как бы не твоя вина. Потом, значит, мне сказали ни с кем не связываться, ни с кем не разговаривать на эту тему и так далее, когда они поняли, что у меня нет никаких денежных средств на счету. Конечно, я никому не говорила, но я с детьми переговорила, я говорю, вы через мои счета куда-то что-то отправляли, может, вам кто-то что-то писал, сейчас же есть такая мода, мошенники всячески пытаются использовать детей. Мама, ты что, с ума сошла, зачем нам это надо? В общем, я эту ночь пережила, я не знаю, как, но у меня, знаете, вот все внутри перевернулось, оборвалось. И на второй день я подумала, может, это мошенники. Хоть и сказали не связываться со своим руководителем, свяжусь с куратором. Связалась с куратором, так осторожно написала, я говорю, Алла Петровна, у вас в Союзе все нормально? Она, да, Мариночка, все хорошо. Я делаю скриншот нашей переписки с Екатериной Филипповной и скидываю куратору. И она, Марина, дорогая, это мошенники, у нас столько женщин пострадало, аккаунт руководителя взломали, столько денег было переведено на счета этих мошенников. Я надеюсь, говорит, вы не перевели. Я говорю, на мое счастье, у меня просто не было никаких денежных средств на счетах. Но я говорю, даже... И вот она это все говорит. В этот момент мне было все равно, переводились деньги. Один факт того, что я не виновата и что мне не предъявят обвинения в измене Родины, для меня это было таким счастьем. Я поняла, действительно, я какой-то или фанат своей Родины, или я не знаю, как патриот. Для меня это было крайне важно. Вот для меня было совместимо с жизнью вот это, понимаете? Откуда это все? Я думаю, что это с детства, что эту любовь нам, в той стране, в которой мы выросли, эту любовь в нас вложили к своей стране, понимаете? К своей Родине. Поэтому я вот сегодня более чем уверена, что с молодежью нашей надо работать, детям с садика надо говорить, что это твоя страна, любить свою Родину, быть добрым, быть великодушным. Ну, я не знаю, прививать любовь. Марина Рамазановна, после того случая, что вы рассказали, вы можете даже ничего больше не говорить, и так понятно, какой вы патриот. Человек, который безусловно любит свою Родину, только такой человек может так реагировать. Я желаю вам сил, я желаю вам здоровья, я желаю вам оставаться таким же патриотом нашей большой Родины. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok